Ну и теперь торжественная церемония в Сокольниках. Команды выстрелились на синей линии и, может быть, кто-то по привычке уже ждет исполнения гимна, но перед этим одно очень важное событие, которое касается Николая Борщевского. Сейчас он на тренерском мостике Салавата Юлаева, но это человек, который прославился, играя за московский Спартак. И подзвод арены в Сокольниках будет поднят его именной свитер. Да, его годы в спартакской форме яркие и запомнившиеся, послужившие еще и трамплином для него и партнеров по звену Борщевский, Болдин, Прохоров. Вот эта вот олимпийская тройка 92-го года и появление Николая Борщевского в Спартаке позволило создать по-настоящему ударную бригаду со своим почерком и с обоснованными аргументами в пользу включения в национальную сборную. 234 матча, в которых набрал 197 очков Николай Борщевский. Вот он в центральном круге появляется сейчас. В прошлом сезоне Борщевский выиграл Кобот Гагарин, будучи одним из представителей тренерского штаба СК. Но вот в столбе работы Тигр Захаркин позвал Борщевского, значит, он нужна его и тренерские таланты. В том числе, если вспоминать Борщевскую карьеру, то он был еще и довольно продолжительный тренерский период. По большей части, на футболе и на листах, на шайл первую скомпинацию. Лучшим снайпером чемпионата СНГ, например, в 92-м году стал Николай Константинович, забросил 25 голов. И в 97-м году там был лучший предпочтен чемпионат России. Вот такие индивидуальные достижения команды. Но главное, наверное, это команды. И достижения, она осталась в секунду. Пока о сборной команды в 92-м году, в стихотворении российской команды медалей, конечно, бывало, на лифте, что победу. Игорь Болдин, партнер по звену, по золотому звену. Иван Борщевский, такие слова. Он среднего росточка, зато жилистый, колючий. И побороться запросто мог. И слой, очень по-спортивному слой. Вот такой Николай Борщевский.